Для кого-то, может быть, и нет Переиграли команду Liquid И тоже пока ведут в этой серии Везде у нас начинаются карты вторые Ну и мы с вами тоже начинаем карты под номером 2 Будем смотреть, друзья Итак, первый пик от Newbie Это Naga Siren, на что Дэнди отвечает пока выбором Disruptor Дальше что? Дальше будем наблюдать Дальше будем смотреть Ну, окей, Gyrocopter Disruptor, Gyrocopter, пусть будет Пока распик более чем стандартный Интересно, как будут комбинировать Naga и Newbie Будут ли Какие-то Демки-мувики мутить с этой Naga В последнее время Из того, что я видел, конечно, очень хорошо Gyrocopter с Naga смотрится Такая идеальная комбинация саппортов может получиться Особенно в драках, конечно, просто превосходно Ты айс пасом никогда не промажешь Можно там хорошо закрывать под макропиру И так далее Есть, конечно, вариантов масса Тут уже на что Фейт пойдет Ну вот, в общем-то Предсказано А зачем нам, друзья, студия аналитики? Второй раз это делаю я Потому что Итак, читаем Newbie Ну, как тут с Фейтом Не быть солидарным Да, когда ты видишь Naga на ФП Конечно, хочется собрать Джокеру И, в общем-то, наслаждаться просто Этими комбинациями великими Казалось бы, на первый взгляд, нехитрыми С другой стороны, очень эффективными Эффектными Поэтому Герой хороший, безусловно Ну и все Теперь избавляемся от таких комбо-брейкеров Которые очень сильно могут помешать И, в целом, конечно Нави пока свои карты не раскрывали Ну, то есть Дизраптор, Герокоптер Это такой, вы знаете Дефолт, стандарт Который ты видишь в драфтах И, ну, тебе не хочется Как-то что-то контрпикать Да, потому что Ну Против этого Нормально можно играть Любым практически драфтом Единственное Ты не будешь, например Хотеть брать Какого-нибудь героя с иллюзиями Да, потому что Герокоптер там через флэг Может неплохо расстрелять Дизраптор в целом Неплохой ловец Хотя, с другой стороны Некоторые не боятся Например, против Герокоптера Любят брать ПЛ Ну, потому что ПЛ Все равно неплохо Луна Герой, на мой взгляд Предыдущего матча Предыдущей карты Моги на Луне Был весьма неплох Ну, буквально одну ошибочку В этой драке он допустил И после этого Уже ошибок не допускал Хорошо исполнял Можно еще от одной четверки Избавиться Неприятно Ну, дизраптор Скорее всего будет От Лило На пятой позиции Элдер Тайтона убрали Это правильно Тоже такой вот Тот самый комбо-брекер О которых мы с вами говорили Да, то есть Начинается какая-то драка Слип Элдер Тайтона всегда Стоит где-то позади Отправляет Астрал Спирита Станчики какие-то Комбинации могут разрушить В принципе Под Элдер Тайтона Хорошо драться Герокоптеру Там уже дизраптор Очень грамотные маны И убрали еще и ДП Осталось 10 секунд Осталось 5 секунд Ну, непросто Очень непросто Сейчас предугадать Что дальше будут Добирать на Ньюби Вот, очень непросто Опять же Тут можно Играть И стандартными Какими-то Наборами Кор-героев Там, не знаю Добрать того же самого Омни Найта Вполне себе возможно Да, играть через Ту же самую Лину Можно в целом Удариться в какие-то Комбинационные Маневры То есть взять Энигму Ньюби могут Через это играть Могут поиграть Через Феслос Войда Мы знаем Джакера с Феслос Войдом Тоже очень неплохо Сочетается Феслос Войда Того же самого Можно использовать Вообще в разных Амплуа То есть на оффлейне И на легкой линии Ньюби И так, и так Тоже практиковали Поэтому вот Подбирать баны Сейчас Ну, практически Невозможно угадать Точно, что захотят Взять в Ньюби Избавились Нави от сильнейших Коров От сильнейших Керри Фактически, да Лейтовых таких Персонажей От Луны И от Морфинга Набирать себе Таска Ну, что ж Посмотрим Сколько хорош Вильхиор на Таске, да Ну, я бы не сказал Не сказал, что у меня Прям много Как-то было Претензий К Вильхиору На Рубике В первой карте Где-то были Хорошие моменты Действительно Где-то он замес Тащил на себе Вот Хайлайтики тоже Вроде были Ну, были В том числе И, конечно, ошибки Причем очень много Отдачи в начальной стадии Вместе с генералом На сложной линии Поэтому Пока, скажем Вердикта мы своего Наверное, не вынесем Хотя Конечно, я вас знаю Друзья Вы там в чатике Уже все вердикты вынесли Давным-давно Уже все посчитали Уже отправили Кого надо домой И так далее Вот А мне пока Пока мне непонятно Пока мне не совсем ясно Влился ли Вильхиор Вот в эту команду Обычно это по первым Матчам сразу видно Да, то есть Вот он прям Единым целым С командой выступает Он чувствует Что нужно делать Или вот Как-то игрок выпадает Да Вот по первой карте Пока я не могу сказать Влился он или выпал Потому что вот Моменты были хорошие Моменты были ужасные Да, с одной стороны Поэтому Нужно еще время Нужно еще матч Я думаю, что у нас с вами Будет более чем достаточно карт Даже уже сегодня Чтобы в общем оценить Как новичок Будет действовать Ну вот он у меня Друзья Который мы с вами говорили В общем Ничего нового Ньюби Очень крепкий пик Очень крепкий пик Сложно пробиваемые персонажи В драке 5 на 5 Прям совсем сумасшествие Потому что Друг друга все сейвит Хилит Спасает Прям жутко неприятные персонажи И опять этот Омни Найт Конечно Тяжело Тяжело с ним приходилось Нави и на первой карте Потому что Прогнать Кипи было трудно Кипи добрал себе уровень Уже сам всех гонял Есть какой-то Дизраптор Наверное Очень сильно будет решать Своим Саленсом Против Омни Найта Но пока это Чуть ли не единственное Вообще что есть Против этого персонажа Лайфстиллер Так вот это интересно А вот это Нави начинает Выкручиваться Вот это Нави Начинает уже Экспериментировать Прямо сейчас На драфтах Это я так понимаю Гирокоптер в центр Для Дэнди Это Кристаллайз на Лайфстиллере в легкой Или это все-таки Такие даблы Да там Гирокоптер с одним Суппортом Лайфстиллер с другим Суппортом По крайним линиям Разбегутся И для Дэнди Герои еще не пик Ну не знаю Конечно Вот Честно не могу Сказать о том Что Лайфстиллер Это прям решение Всех проблем Что это какой-то Контерпик Нет Абсолютно не так Все еще Лайфстиллер боится Сетки Наги В замесе Все еще боится Айспаса То есть пока действует Рейдж Он король Рейдж заканчивается И Корону-то ему С его Лысого черепа Конечно сдвинут Ну не знаю Не знаю Честно Не очень нравится Этот драфт Пока я его не понимаю Поэтому не нравится Если бы я понимал Больше в доте Наверное Может быть он мне не понравился Но пока не нравится Драгонайт Ну да Что Нормальный герой Персонаж плотный Огромное количество Брони Физической Атакой Ты его не пробьешь То есть То же самое Лайфстиллер Герокоптер В него будут просто тыкаться Магии Прям Ну Приличное количество Конечно Адвизоравтор Герокоптер Там в принципе Магию дают Неплохую Но обычно Драгонайт Там Я не знаю Купив себе Уже какие-то Барабаны ПТ Он достаточно устойчив Плюс опять же Омни Найт Вот все тот же Омни Найт Опять же Все эти комбинации С магией портят Потому что Элементарно Есть репл С ларк С ларк Уходит Если бы вот сейчас Просто не брали По пятому персонажу Вот Оставляли бы Четыре на четыре Я бы прям Смело Наверное На небе Ставил Ну вот Ласт пиком Все на Нави Могут изменить Будет возможность Все исправить И будет возможность В общем-то Продемонстрировать С того Куда пойдет Лайфстиллер Ну это Рейзер Ну очевидно Опять же Рейзер Против Лайфстиллера Тоже Очень хорошо Драфтит фейт С другой стороны Я вот не могу сказать Что Нави Прям каких-то Серьезных проблем На драфте Поставили противнику То есть Нави конечно Отталкивались От того Что пикают нюби Вроде бы Но С другой стороны Ты смотришь на пик нюби И понимаешь Что каждый из персонажей Контрит каждого из персонажей Нави И вот что Должно Эту игру спасти Какой драфт Прямо сейчас Будет лучшим Решением Честно Я даже Не могу ответить Брю Мастер Путги Чат взрывается Путги Хотим Вот герой Который всех спасет Нет друзья Путги бы здесь Никого не спас И пусть лучше Это будет Брю мастер Ладно друзья Будем смотреть Вторая карта Натус Винцера Ньюби Проигравший Будет играть Следующим Сразу Об этом Чуть попозже Но тем не менее Никто никуда не вылетает Друзья Сегодня еще Огромное количество матчей Будет с играми Но сегодня вообще В принципе Группа A Группа B Разыграют все свои карты И мы там выясним Кто в сетку винов Плей-офф уходит Кто в сетку лузеров Поэтому проиграв первый матч В общем-то еще Можно неплохо вернуться Такие варианты Остается Да это Дэнди Кирокоптер Кристаллайс на лайфстиллере Это кек На бремастере Он же генерал Насколько я понимаю И тебя будет исполнять Ну а что касается Бремастера Так как мы его отдельно Не обсудили Есть возможности В драке хорошо маневрировать Да То есть если вовремя Законтролить Темни Найта где-то И дать хороший фокус По одному из кор-героев В целом В целом Можно надеяться На успешную драку Ну Здесь просто очень хорошо Отыграть нужно Пик действительно Такой на исполнение То есть у Ньюби Особо исполнять Ничего не нужно Тут как-то Такая прямолинейная игра Из разряда Мы собираем себе Артефакты на кор-героях Суппорт ставит позади И мы просто идем вперед Все лечится Все хилится И драки Не такие уж и сложные В то время как Нави тут придется Просто Вытворять что-то Вообще Непонятное Потому что Бремастер должен Контрить Темни Найта С магического рассказа Должны влететь Например И стереть Драгонайт Или Рейзер Того же самого Сделать быстрый Минус какой-то Потом эту драку Еще и продолжить Ну Друзья Тут многое Придется хорошо делать Ну и конечно Во многом Свой команд должен Будет спасать Вильхиорда Таски Посмотрим Сколько он будет Хорош Контролим Баунти руны И мы вспоминаем Первую карту Первые три Баунти Забрали Именно Ньюби Нави забрали Только одно Посмотрим Как будет сейчас Вот есть Возможно Сойти ОКП О Фейта Десять Одну Баунти Постараться Так Брю здесь Дата Албресс Прогоняет Противника Баунти Забирают Кака смог ли Перекликать Здесь Лила Нет не смог Лил хорошо Забирает Баунти Нутки по две Нутки по две Хорошо Два варда В центре Тоже довольно Важно Подметить Ну вот Герокоптер В центре Дэнди На нем Будет Исполнять Ну очевидно Конечно Непрофильный Персонаж Для Димона Ну Там Как мы знаем Позади ребят Стоит Александр Юрьевич Специалист Лучший специалист Наверное В доте По Герокоптерам Он конечно Думаю Успел рассказать Несколько Хороших советов По поводу того Как эту персонажа Нужно использовать Ну вы знаете Герокоптер Если даже у него Все плохо будет На старте В общем Есть у него Возможности Для того Чтобы игру вернуться И те же самые Рапирки И так далее Благо Текущая дота Позволяет Этим заниматься Это делать Так У нас там сразу Свапы линиями Ласт отправился На топ Увидел линию Сразу переместился Вниз Ластилера Нужно спасать Спасать От самого себя Спасать в первую Часть конечно же От рейзеров Стоять на линии Против Муги Вообще не хочется Не сказал бы Конечно Блюмастер И таска Для рейзера Это какая-то проблема Прям большая Неплохие шарды Пробьют Немножко Генерал Приспива На первом левеле Играют Поджали Джакера Слишком далеко Ушел Тем не менее Против двух Милишников Рейзер При поддержке Одного Суппорта По идее Тоже хорошо Стоять Линию Муки С другой стороны Это конечно Не луна Поэтому Даже если Будет у рейзера Неплохой старт Быстро фармить Рейзер не умеет С другой стороны Команды Наби Кристаллайз Тоже Малая стиля Который тоже Не любитель Крипов Побить А кипи Уже начинает Развлекаться Ну не знаю Вот Много конечно Есть таких игроков В которых есть Прям супер Сигнатурные Какие-то Персонажи И вот наверное Для кипи Омни Найт Один из лучших Его героев Что тут говорить Это точно Очень важно То есть Казалось бы Что такого тяжелого Играть на Омни Найт Бегаешь Хилишь себя В общем Прокачиваешь нужные Способности И вовремя Даешь Способность Свои Спылы В драке На самом деле Чутье персонажа Тоже очень важно В какой момент Ты можешь пойти Прям глубоко За тавер Где ты можешь Подчимить суппорта Где ты этого Не имеешь права Сделать Но такие нюансы Такие тонкости Из них строится Лейнинг Обычно Пока мы видим Омника Ну все хорошо 8а2 Крипов Вводят за собой Все в порядке Ака На этот раз на Наге Ну очевидно конечно Наге будет гангать Сложнее чем на Клокверке Если первую карту Кака сделал на Клоке Просто Будучи Самостоятельным персонажем Самостоятельной четверкой То здесь Наге Это будет сделать Намного сложнее Тут скорее уже В более лейтовой стадии Кака будет решать За счет своего слипа За счет своих артефактов Не знаю Будет ли идти через Метеор Хаммер Или играть Через там Блинк Может быть Агоним Какой-то Есть опять же Вариации Пока мы вводим Крипов Вот чем мы занимаемся Ну вы знаете Опять стадию лейнинга Я так смотрю И выиграют все-таки Ребята из Ньюби Ничего не происходит Атака пошла на муки Кстати Клэп Удастся ли убить Сноубол Тычка последняя Отлично Вильхер делает Первое убийство Для Нави Ну и Нави Также начинали В карте по номерам 1 Делали первый фраг Вот только раз Я начал говорить о том Что у Ньюби Полный порядок На стадии лейнинга Ну причем Я могу эту фразу В целом и утверждать И подтвердить еще раз Да потому что По крипстату Если посмотреть Все идеально У Ньюби Лучшие кор герои Мы видим И Драгонайт У Омника Рейзер свое получает Но опять же Рейзера убили И на верхней линии У Нави появляются Небольшие перспективы Убили здесь Какая-то Второе убийство Для Нави Второй фраг Так выход В центр сразу Дэнди Рокетбердж Весь уходит Практически в крипов Прямо все Не чувствуют Этого урона Ну у Драгонайта В принципе Здесь левел 5 Что-то интересно Лил изобразил На крипов Нарвался Так себе ган Как-то линию Сломал по итогу Да Крипов вывел И что из этого получится Да ничего не получится На самом деле Дэнди тут просто Инвиза пришел И опять стрелять И пи Тандерстрайк Опендаун С кейпи Нет репела Просто бежать Варификация Через 5 секунд Кинотекфилки И пи в него Зажимается Пару подач В спину И третье Убийство Для Нави Такой вы знаете Вполне очевидный Даже не ганг Так и пошло Боже Мы герои Погибают Минус фейт 4-0 От Нави В центре пытались убить Гирокоптер Тоже не получилось Этого сделать Подвышку далеко Зашел Дэнди И были у него Еще стики Что полный порядок Пятая минута Контроль баунти Пятая минута Контроль баунти И так Небе забирает Раз Собирает Таска Два Забирает Еще одну баунти Руну Три Тут тоже Пробежался Кипи И баунти Будет вырабатывать И только одну Баунти Смогли взять В этот раз Нави Еще и фраг Отали Ну это Немножечко В общем Выровняет Экономику После Самого удачного Старта От Неби Атака пошла На Бремастера Снова шарды Вильхиор Сноубол Тем образом Сейвит генерал Неплохо получилось Наверное Без помощи Вильхиора Здесь генерал Не выживал По ощущениям Там и под замедлением Он был И так далее И кстати Клинком у него Много дэмэджа Высосало То есть Спину Рейзер Набивал Здорово Вильхиор Отдельного Обсуждения Заслуживает Конечно Кристаллайз С его возможным Айтем билдом Непонятно Вот как играть Как здесь будет правильно Играть через Радианс Или все-таки Идти в Армлет Быть боевым Сразу Или быть Боевым Чуть позже Что в этой ситуации Будет необходимо Тоже конечно Большой вопрос Хочется Радианс Иметь Вот честно Конечно По хорошему Хочется иметь На Мластелире Но мы понимаем Какой это путь Сколько это времени Нужно Сколько это пространство Нужно создать Команде Чтобы кристаллайз Выформил себе Радианс Хороший тайминг И потом смог Им еще пофармить Пойти за Золор Крестом Дальше и так далее Может быть Просто это времени Не дадут И придется покупать Себя Ну поклятим В очередной раз Подмечу Бардинг Команда Небе Мы с вами Об этом говорили В карте Под номером 1 Но вот теперь Вильхиор уже Пытается Девард Сломал 1 Но вот есть Еще глубже И вот на глубоких Вардах В основном Строилась Игра от Ньюби В карте Под номером 1 Да Если вы помните Дэнди Будут убивать В центре Все-таки На этот раз Его подловили Колданом Отбрасывается Дэндимон Жить хочет Но жить-то Не позволяют И фейта Вышка не добьет Тоже И не было Сейф ТП Как-то никто Не помог Ярокоптер просто погибает Там на топе Драка ответная Муги будут забирать Муги стики Используют Муги Подача в спину Одна от Лила Отлично сыграно Минус Рейзер Ну и какая здесь Тоже помочь Своему керри Не смог Один в один Лил Так А будет ли Глимс А если будет Глимс То будет убийство Рейнджа Не хватает Да вот как Развернулся сам Ну как-то Не знаю Как я мог просто уходить Тут задача была Уворачиваться Там нет какого-то Таска Или Брюмастер Задача была Просто уйти подальше От Дизраптора Там Глимс был первый Где-то сейчас он Второй качал Был первый И мог вполне Какая спасаться На мой взгляд Но не получилось Да Рейдиант Он кристаллайз Вы знаете Это Рейдиант Это такая мечта Я бы сказал Даже это оптимизм Кристаллайза В этой игре Но он видит Окей Команда без меня Дерется хорошо На топе какие-то драки В центре там тоже Война идет Я плюс-минус Фармлю У меня Нетфорс Адекват Да 3000 Конечно Не достать Драгонайта Но Тем не менее И есть возможность Купить себе Сакртрелик Но если что-то Вдруг пойдет не так Если команда Начнет просаживаться Без кристаллайз То безусловно Конечно будет куплен Армлет И уже будет помогать Своей команде А тут уже пуш Еще одна особенность Конечно И Наверное сильная сторона Пика Команда Ньюби Это их пуш Пуш потенциал силен Ибо имеется Драгонайт Имеется Джакера Джакера вкачал Литинфайер пока на единичку У Драгонайта Конечно есть форма Он ей пользуется И сразу же идет давление на вышку Будет защита Будет защита от Нави А что есть-то Есть второй глимс Возвращают Рейзеров Кинедик не зажали И на этом все Рановато драться У Брюмастера нет Блинк Даггер Даже Праймал Сплита нет Статик Шторма нет У Лила В общем непонятно Как вообще должны были Принимать эту битву Нави Но они потеряли время Они потеряли тавер И никого в ответ не забрали На фейта правда Летит ракета Тут же ТП И даже Джакера Забрать не удастся Ну первый хороший мув Так Праймал Сплит Закака Закака Опа Уничтожен генерал Серию убийств Хорошо владеет Своими пандаренами генерал Ну война на этой линии Будет еще продолжаться Но опять же Вот все что произошло сейчас Это не что иное Как создание спейса Вот для этого парня Кристаллайз на легкой линии Все еще бьет крипов Делает это довольно уверенно Пытается сократить Отставание от Драгонайта Там буквально В 900 голды разница 1500 уже имеется Интересно когда Небе будет Обращать внимание На этого Патиллера Так снова 10 минут Контроль баунти Небе первые 2 уже забрали 3 забрали И опять Одна только достается Наверное Ну почему я на это Постоянно делаю Аспект Своё внимание уделяю Потому что сейчас Это очень важно Забирать баунти Баунти Респауниться Раз в 5 минут И дают Деньги на команду И при более-менее Равной игре При хорошем контроле Баунти руны Будете просто по экономике Идти вперед И пока Небе Показывают в этом плане Чуть лучше игру Потому что они К каждому спауну Подходят Стараются очень быстро Баунти забрать Атака Дэнди Старик Штором Неплохо в Кинедик Филд Там Репел Под кулдаун Трое могут подставиться Разворачивается Фейд Принимает на себя Весь урон Тут же Глимс СС под опенбаун СКП здесь Га нет У него 7 уровень Тут же Рептайт Использь Кристаллаз Пытается драться дальше Есть у него еще и ультимейт Генерал подтягивает Не было Праймал Сплита Ну просто Лишь отпугнуть противника Такая массивная драка У нас произошла Произошла в центре Очень много способностей Было использовано Но погиб лишь Только один персонаж В команде Небе Это Джакеру Ну и как бы на этом все Дальше Драма По стандартному Айтембилду пойдет В общем удивляться Особо нечем Нечему Нага пока тоже Не показывает свой Айтембилд Ну и Пока и фарм Особо у Наги Конечно нет 1700 нетворс Один из самых худших На карте Лил Тандерстрайк На кака ТПшка пошла уже От Кирокоптера Опа Вот это здорово Сыграли Правда и Кипи Тоже может обмануть Сейчас нами Кипи потратил Свой репел Для того чтобы Засейвить своего Джакеру Окей Джакеру ушел А сам Кипи Что ты будешь делать Получает клэп Получает замедление Рокетберриджи Полностью Входит в Омни Найта И генерал Уже превосходит Выбирает Убийство С четырех Неплохо сыграно Ну хорошо Лил не растерялся В этот момент Казалось бы Поверил Уже Омни Найт В то Что будут Убивать Джакера Но на самом деле Джакера не убивали Убивали именно Омника Кристаллайз 2800 Тысяча осталось Буквально до Сакра Треликов Не так много Ну вот Откровенно говоря Конечно Ньюби пока не делают Никаких мув В сторону этого Лайфлиера Не пытаются его гангать Не пытаются его убивать Да и от тех самых Глубоких вардов Уже ничего не осталось Буквально один Вард сейчас стоит у Ньюби В чужом лесу И на этом все То есть ластилер Спокойно фармит Он без обзора От противника Без гангов На Кристаллайз В итоге Не знаю к чему это приведет Может быть Ньюби Просто не бояться Того персонажа С другой стороны Вот последние выходы От Ньюби Тоже ничему хорошему Не приводили Драку 5 на 5 Они Ну можно сказать Что проиграли Да потому что Никого не забрали И потеряли фейта Снизу потеряли Омни Найта И как то вот 9-2 уже счет А ведь тут впереди Смотрим следующие моменты Выходит Дэнди Подставляется Пытаясь пас Еще и крип Зато что подставляется Далбрес Для тела ракета Будет ли сейвить Кипи и Репелл Ой тут внезапно То есть все еще И в инвизе бегают Неужели никого Ньюби не зацепят Два героя всего лишь Было у Найви И никого не удалось Взять В то время как А сверху погиб Ну пуш Дышки падают С этим придется Нави смириться Вот касательно Пуш потенциала Конечно Нави тут все очень плохо Героев которые Быстро пробивают Тауэр У них просто-напросто нет Именно поэтому Сейчас два Тауэра Уже забрали Ньюби В то время как Нави еще не забрали Ни одного Ну на это могут И Ньюби Поддавить конечно Просто раз за разом Когда у Драганайта Будет Форма Появляться Он просто будет Ее прожимать И идти ломать Одну вышку Вторую вышку Третью вышку И так далее Пока это получается сделать Ровно до тех пор Пока Нави Не будут защищать Там свою Тавру А случится тогда Когда Кристалайз Будет готов Кристалайз пока не готов Кристалайз пока Фармит ему Команда помогает Ну и пока вроде Все идет по плану Нави Вот если первую карту Мы говорили Все идет по плану Ньюби Да потому что Была Луна Которая стакали Которая увеличивала Свой Нетфор Сносительно Героев на карте Абсолютно всех А там было бешеное Третью башню Силки не атакуют То здесь кажется Все идет по плану Нави Ну вот это было Не по плану Нави Очевидно Смертливо И то что вышки Может быть так быстро падают Это тоже не по плану Хотя Вот опять же С таким пиком Ньюби забрали всего лишь Два тавра на 15 минуте Это не бог и что Могли больше забрать Самое главное Что фармит Кристалайз И вот уже хватает денег На Сакртрелик Так внезапно Инфест Генерал Генерал ускоряется Под барабанчиками Его на СС Но тогда это не получится Не получится Ну потому что Как раз таки Эти барабаны у генерала и есть Если бы не было Драма Фэнджерн Скорее всего Хватало бы денег на блинг Если был бы блинг Соответственно Можно было бы уже запрыгнуть Дать праймал сплит И Подраться Ну Были барабаны На барабанах далеко Не увидишь Так А тут внезапно Если под Шадо Блейдом Может скрыслалась Напасть Не стало Если вот уже Который раз Находится вблизи Противника И Инициирует Осторожней Побаиваются Нави сейчас Побаиваются Драки Нашли вар Чужой В плане Дивардинга В этот раз У Вильхиора Полный порядок Шарды Примастер Все-таки Расказался Праймал сплит Статик шторм Непонятно куда Ну просто Потому что Лил уже Понимал Что скорее всего Погибет Коулдаун Герокоптер Очень тайминговый Вовремя Приходит Сплэйк Начинает расстреливать Противника Погибает Нага ИСи Под фокусом КП старается спасти С помощью Гардиан Энджел ТП от ИСи Но его здесь не отпустят Был глимс Ну и КП теперь убегает Генерал в погоне Доплдэмэдж КП забирает Там пассивка Не знаю как догонять Уни Найта Здесь очень хочется Конечно Но нет возможности Выигрываю драку Выигрываю драку Нави Очень важную драку Они остановили пуш На нижней линии Остановили атаку От Ньюби Накрыли Драгон Найта Который имеет Самый лучший надворс На карте Так и Фейта Снова глимс Лил Отлично Четвертый глимс И раз за разом Не отпускает противника Третье убийство На этом участке Игры Ну и отлично получилось Рейзер в драке Участия не принимал Пока спокойно Фармит Муги Кстати делает Тоже довольно успешно Барабаны Аквилла Фейзы Есть тикет Ну и в Блэкинг Бар Это из первых артефактов Более-менее Дорогостоящих Будет выходить Рейзер на карте Абсолютно не видно Вы это могли сами заметить Потому что драка за дракой Муги где-то Где-то в стороне Забавно Вот в один момент Они встретятся Муги с Блэкинг Баром Против Лайфстилера с Рэдиансом И возможно Уже в тот момент С медалькой Но я бы наверное Все-таки Несмотря на то Что Рейзер Один из лучших героев Против милишников В частности Против Лайфстилера И поставил бы на Лайфстилер Рейзер штука серьезная Хотя Рейзер конечно С БКБ С Аквиллами С барабанами Тоже Силен Так ну что Будет ли реализация Рейзер Рейзер Прямо сейчас Прямо сплита Хочется дождаться Еще 30 секунд Дэнди Драгонлендс Пока Ну вы знаете Прогресс налицо Я вот смотрю сейчас На Сентри Которые оставили Нави Они Ну Если уж не все То большую часть Вардов Этих вот Агрессивных Глубоких Вот противника Они уничтожили Другой Один Опс Вард Остался Разве что Который Нави Не зацепили Ну вот Если сравнить С первой карты То в первой карте Конечно У Ньюби Был Катбланш На действии В чужом лесу На чужой территории Потому что У них была вся информация Абсолютно Атака пошла По центре Слип От Наги Под Рейджем Кристаллиц Получает сетку И Си просто ТП Да это работает Или нет Глимс Как Авернули Ну хотя бы Его нужно забирать Он с другой стороны Лучше чем Смерть Драгонайт Опять Лил И снова готов Цепливать И снова Гид Глимс Обзора не было Да и команда Была далековато То есть Вернуть конечно можно А чем убивать Пока не совсем понятно Кинотих Филд Откакывался Поэтому никак Забирать В центре будут Вышку Вторую вышку Кстати уже Первую забрали на топе Здесь снова Под Шадо Блэйдом Прыгают Наглый На Джакер Тут откидывается Айспаса Макропиры Горит Лил Но успел Дать Глимс Дуал Брэс Зажимает За Фейта Никто не будет Так понимаю Воевать Хотя подцепили Кристаллайз Кристаллайз Успевает Прожать Конечно Рейдж Незамедление И перепел на себя Кристаллайз Нужно отойти Неплохо Так А тут Дэнди Почему-то один остался Барабаны Драгонленд С полдауном Отбросится На него Нахер Брасывается Просто Ньюби Нужно спасти Дэнди Дэнди Нейтральный крип Да ладно Он выживает 22 хп И теперь уже Врываются Нави Просто всей толпой Постачек Шторм и Праймал сплита Просто нет шансов На спасение У команды Ньюби И это будет Пятое убийство Тим Вайп И все-таки Конечно Погиб Гирокоптер Он как много И он сделал Как же много Впитал в себя Дэнди И успела Команда Подойти От чего Погиб От Драгонайта Все-таки Погиб Ну браво Нави Казалось бы Конечно Что гирокоптер Там подставляется И вроде Как это ошибка Потому что Он был далеко От своей команды И Ньюби На него набрасывают Должны были Быстро убить Но Большого такого урона Команда Ньюби Не оказалась Нави успели Подойти 19-4 Ну по счету Конечно Разгром По экономике Такого не скажешь В экономике Там какие-то 3000 Пока которые Ни о чем не говорят Ну в целом Вот Позитивная динамика Идет для Нави Потому что Они выигрывают Драку за драку Они чувствуют себя Хорошо на карте Не боятся Потому что Кристаллайз Вот так вот С Фейтом общается Вот так вот Его просто За 4 удара Съел Вот он Ластиллер Которому дали Пространство Которому дали Возможность Пофармить Ну пожалуйста Да 20-ая минута У него Фейтзи Радианс Медалька И он просто Выбивает саппорта За 4 удара Пика будет у герокоптера В такой да Вот очень интересный Билд выходит У нас Дэнди Нестандартный Прямо скажем Тут герокоптер Мы привыкли видеть С артефактами Где Фордиваются На урон Там данный БКБ Какое-то Побыстрее Потом там Фармить яшу И так далее Здесь же Хюрикейн Пайк И барабан И акпила То есть Такой вот Как у Рейзера Практически билд у него С разницей только То что Одного будет пик У другого Блокинг Бар Суть в том То что Как раз Дэнди Идет в тот самый жир Он понимает Что кто-то должен Идти на передовую Кто-то должен В себя будет впитать урон И вот Дэнди Будет он заниматься Пика дает ему Выживаемость На урон Будет носить Ужила стилер Но пока такая тактика работает Ньюбе нужно срочно Менять свой план Я по-прежнему Не вижу муки Вот он есть Вроде бы на карте Но Как-то пока Я не прочувствовал Пользу этого персонажа 22-ая минута Рейзер обычно Уже неоднократно Себя успевает Проявлять В такой минуте Но здесь пока Активности от муки Поговых не было СС Форму прожал Тут же смок от команды Пошли вперед С кого будет инициирование В кристаллайзе Попытается быстро забрать Кулданом отбрасывается Пытает спас Контроль хороший Кристаллайз Рейджин Фест Своего тиммейта И бежать Теперь есть Праймал Сплит И не успевает его использовать Кристаллайз выходит Тоже погибает И Вильхиор кажется Тоже Здесь Не выживет Да Его тоже убьют Но вот интересно Почему же не успел Праймал Сплит Нажать Брюмастер С другой стороны Он понимал Да Что Вастилер Там тоже мало здоровья Но в общем Не тот этот Сейвер был Должен был быть Наверное Какой-то Таск рядом Но Таск без Блинкдагера Тяжеловато Да Ну хорошо В итоге получилось Нюби Нюби не испугались Они использовали Инвиз Напали на одного Из наверное Самых неприятных персонажей Лайфстилера Которого нужно было убивать Прям за один стан Они тут там продолжили Айс пасом Контроль был действительно Великолепный Ну и урона Плюс-минус хватило Даже несмотря на то Что в инфест Вроде был Лайфстилер спрятался Не отыгрывают Отыгрывают Нюби Забирают еще одну вышку И баланс по экономике Вновь Очень не хватило Праймал сплит Конечно От генерала В предыдущем замесе Очень не хватило Там можно было В общем что-то придумывать На развороте подрат Да скорее всего Лайфстилера Они так бы и потеряли Но под кулдаун Гирокоптера Под флэкова Под праймал сплит Можно было что-то придумать Потому что Нюби делает Небольшой комбэк Ну и яш Уже появляется У рейзера Дальше будет Сэнджин яш БК есть Блокинбар А два Блокинбара На команду У кор героев Плюс ко всему Имеется репл Защита от магии Конечно на полную У кор героев И вот сложновато Будет там Качественно использовать Тот же самый Так Попытка номер два Через инфест От брюмастера Поставили Сентри вард Генерал прыгает Клэп по двоим Тут же выходит Быстро КК Пытается разорвать Снага успевает Снага успевает Использовать сли Получает сейф А там не на это Конечно же Пытается становить Исси Тоже Блокинбар Нажал Погоня продолжается Пандаренов Глимс Да ладно Они вернулись Исси Не было репела Спасти было нечем БКБ тоже закончилось Теперь можно цеплять Чеомни Найта Который пошел Спасать своего Драгонайта Два коварь героя У команды Ньюби погибло Без двух персонажей Они еще и без байбеков Ну не знаю На хайграунд конечно идти Рановато А вот Рошана забрать Или все-таки попробуют Тир-3 погрыз ты чуть-чуть Макропира Засейвили Хорошо Крипов своих Чтобы выжили Глимсанули Еще и убили Джакиро Ну да Омника нет Сноуболт Удал же Кака погибает Просто один за одним Погибают персонажи Ньюби Конвейер какой-то Ну таким образом Они я так понимаю Выиграют время Чтобы не отдать линию Наверки хотят Забрать Тир-3 Джакиро сделал байбек Драгонайт через 12 секунд Но в принципе На него можно наплевать У него нет ультимейта У него нет формы Бить-бить Тир-3 Может быть даже удастся Забрать бараки На 26-ой минуте Нет Сбирать Тир-3 Отойти Омник уже жив Драгонайт жив Тоже там Только без Наги Остаются Ньюби В погоню Скорее всего Не бросится Но и Нави И так получает Слишком много Они открывают Доступ В первую очередь Конечно же К святыням То есть заработать Можно еще немного денег Больше территориального преимущества В целом Они тоже За счет того Что Ньюби погибали Байбекались По экономике Вышли вперед Ну так Была хорошая А странно Почему Ньюби Не ожидали Такого Резкого Нападения От Нави Потому что у них Вроде бы стояла Тир-2 Здесь да Они понимали Что Нави Пропали с карты Но стояли кучно И Нави Не постеснялись Полезли между Тир-3 и Тир-2 Синициировали Эту драку Выиграли Причем довольно жестко Заставив Ньюби Проражать все БКБ Все способности Кроме разве что Га Вот Га в замесе Не было Хотя не сказать Чтобы это сильно Конечно помогло бы Но тем не менее Легенд Сфера Будет От Лайфстилера Артефакт Исключительно Хорош Конечно Против Кстати Клинков Каких-то Неприятных Кака Крис Лайс Пустит Накую Так Разводит Крис Лайс Усложен Убивать Следующий персонаж Там он середина В центре Дэнди Подставляется Почему-то остался Он здесь Один Погибает Дизраптор И Дэнди Тоже отправляется В таверну В двоем В центре Да Ну такая же молниеносная Атака от команды Ниби И что самое неприятное За Рошана пойдут Неужели будут байбекаться Наби Очень опасно Если сделать байбек Конечно будет возможность Подраться за Рошана Но Если на этом Рошане Еще драку проиграть То Будет совсем все плохо Ну и что делать Вот что делать В данной ситуации Без гирокоптера сложно Он байбек Это болевое решение Дэнди Но сейчас нужно выигрывать замец Прямо сейчас Прямо сейчас Нужно идти в бой Слип И они будут добивать Рошана Ой-ой-ой-ой-ой Примастер прыгнул Куда Они влетают Будет ли воровать Аегис Нет Муги забирает Аегис БКБшки прожимаются Очень плохая позиционка Получается Команды Наби Но Праймал Сплит имеется Окей Гардиан Энджел Тут же Сноубол Как она нужно хотя бы добирать Сетка на Дэнде Чтоб не мешался Муги Статик Шторм Там пик И выталкивает Герак Тоже Противник из Статик Шторма Такой небольшой мисплей Произошел Нага делает байбек Кейпи Аегис он уже потерял Статик Линк на Кристаллайзе Можно отбегать Клэп от Генерала Замедление на Рейзера Плюс ракетка имеется Также Муги высасывает ногу Урона Но сам впитывает Тоже неплохо И в итоге погибает Рейзера Удалось убить его дважды За этот замес Какая теперь погоня Нага у нас после байбека Не забываем Старается развивать Своими иллюзиями Должны найти настоящего Вешают дебаф Солар Крест Здесь Лил там еще и находит Оперстажа Нет не находит Пытались вернуть Омника Он на себя репл Повесил И в итоге выживает Ну неплохо Но это конечно Было очень опасно Сейчас от Нави Прям Вот пойти На такой волевой шаг Сделать байбек Чтобы подраться на Рошане Потому что Прямо здесь Могла закончиться карта Не то что карта Матч мог закончиться Прямо здесь Но вроде бы Все получилось Байбек был оправдан Драка была выиграна Несмотря на то Что Ньюби забрали Аегис все равно Удалось это Аегис выбить Убить Рейзера Ну и теперь уже на бараке Сами набрасываются Нави Гипервалидольная карта Получается Что со мной Что с другой стороны Неплохие моменты Но кажется добивают Своего Нави Забирают центральный коридор Ну и теперь уже С чувством выполненного Долга наверное Стоит отойти Да отходит Это правильно Тут же смог Смог и развернуться Нет это смог Чтобы напасть снизу на ИС Ну лил Лил отыгрывает Очень качественно Тут Вот в центре Поставить глимс Дать Развести на блокимбар ДК Ну кстати БКБ бы после глимса Ему может быть и не помог Потому что ТПшки бы уже не было Немножко не успел Вот он легендсфера Она легендсфера Есть у кристаллайза Уже отлично В той карте Ее не хватало Точнее в той карте Боже в той драке Потому что Кстати глимс был использован Помним И кристаллайз Чувствовал себя Некомфортно Теперь все ок Генерал имеет Праймал спид Вновь прожимаем Смог и идем в атаку План видимо Будет такой Тем более что У брюмастера Есть руна волшебства Очень приятно Под такой руной Использовать свой ультимейт Нет Более спокойный Расклад От нави Просто пойти Подпушить нижнюю линию Не хватает урона Немножко конечно Ньюби Хочется в драке Пробивать И гирокоптера И лайстилера Для этого Желательно конечно Купить какие-то МКБшки МКБ Артефакт Который безусловно Поможет против Своркреста Джаки разгулял Бывает Ничего страшного Да Ну вот Вот та самая Нага Ну игре Где бы сильно Доминировали Ньюби Скорее всего КК предпочел бы Покупку Метеорхаммера Я думаю В такой же ситуации Где пока Ничего не понятно Более того Последние драки Ньюби Проиграли Стоит купить Конечно Аганим Аганим Для Наги Артефакт С возможностью Переворот Генерал Да ладно ИСИ нашли Тут же БКБ ТП Ну Еще Секундочку Блокимбар Развели Тоже приятно Лил Глин Смоги БКБ Лил Спрятался Так В бисцентре Играем Ньюби Да Понятненько Понятно Все Шарды Оу Как же Перекрыли Проход Таки Ипи Но есть Плинк Он уходит Плохо сыгран Вообще Идеально Конечно Было бы Нави Подраться Почему Потому что Рагонайт Был без ТПшки Первый Второй Был без Блокимбара Нужен был Этот замес Сейчас Нато Свинсера Но Вовремя Улизнули Ньюби Но Все Все Рагонайт Попробуют Еще Кого Подцепить Иллюзи Наги Так Не Поцепишь Подтягивается Лил Какой-нибудь Качественный Гримс Но Пока Девардинг Ну Какой-то Супер Богатый Лил Кстати Гриммер Кейп Он Уже Собрал Транк Вилбу Цы У него Имеется Поинт Востер Но Если Выдет Вагоним Сильной Команде Поможет Застыла игра И понятно Почему Ньюби Уже Не хотят Открытых Столкновений Ньюби Хотят Пофармить Ньюби Хотят Еще Вынести Себе Несколько Слотов Агоним На Рейзере МКБ На Драгонайте Еще Фармите Фармить До этого Еще И Суппортов Можно Подтянуть Тоже Купить Гриммер На Фэйт Например Для Наги Агоним Купить На Нави Потихонечку Пытает Зажать Ньюби Внешние Вышки Практически Все Были Уничтожены Там Остается Разве Что Тир 2 По Верхней Линии Да Можно Наверное На Топ Отправиться Почему Б и Нет Лил Просто Вообще Никого Не боится Что Позволяет Себе Этот Дизраптор Посмотрите На него Просто Наглец Конечно Это Не устраивает Если Прожимает Форму Сейчас Будет Велхиор Велхиор Пытается Спасти Сноуболом Пока Неплохо Сейвит Глимер Кепин Там Плазма Фил Ничего Не Сделать Тут Замедление Подставляется Велхиора Откидывается Шардами И пока На этом Все Ну За наглость За дерзость Был Юнец Тут Конечно Уничтожен Тот Который Илья Который Ильюк Который Пошел Непонятно Куда Вообще Глимсовать Там Людей Налево Направо Но Окей Конечно Показали ему Что так Так с Ниби Не работает Аккуратно Ну Понятно Конечно Что ты там Сейчас Как-то Такой Раззадорен У тебя Раз за разом В драках Получалось Персонажей Глимсовать Ты прям Ну Фактически Выигрывал Драки Для команд Да Был одним Из тех Который Очень сильно Тот персонаж Который Очень сильно Решал В замесах 5 на 5 Но все же Идти вот так Вот на Одну из Опытнейших Команд Китая Не работает Ну Это я к чему Сейчас Конечно Это ни на что Не повлияло Потому что Вот уже Там Лил Воскрес Сейчас Опять-таки Потянется К своей Команде Они будут В пятером И все Ок Ну Это просто В более Поздней Стадии Игры Может Зарешать На смерть Такая Нечаянная Дезераптора Тем более Дезераптора Который Надеемся Что ошибок Таких Больше Не будет И тем временем Нави Сумели Сломать Все внешние Вышки Наконец Добираются До святынь Верхнюю Нужно Тоже Уничтожить Кираса Для Кристалайза Что у Дэнди Дэнди Ну Вот уже Пока Бэси Приобрел Дальше Будет Делать Бабочку Ну И где-то Наверное Вот Если Не сейчас То С появлением Следующего Рошана Можно Пытаться Ломать Еще одну линию Ну И сравнивать Чет в этой серии Конечно Конечно Нави Прекраснейшие Шансы Главное Не сделать Самого Важного Самого Опасного Что может Сделать Любая Своя Команда Это Не Закинуть Не Пойти Просто Не Закинуть Прямо Сейчас Нави Прожимают Смог Есть Инфе Снова В Абри Мастере Вот Есть Один Вар Достаточно Глубокий Но Очень Мало Обзора Он Дает Конечно На топе Драгоннайт Если старается Особо не палиться Хорошая позиция У Неби Они на хайграунде Находятся В то время Как Неби Больше С нижней Часть Байт Нарун 35 Примастер Рывается Здесь Клэп Ментальный Тут же Слип От Наги Но Нагу съедят За счет Рейджа Окей Что дальше Пока 4 на 5 Сноубол Дальше пытается Атаковать Мы видим Муги Татик Шторм Просто выходит Его отлично Сейвит Здесь Джакира Тут же Си Ворвался Под блокимбаром Одного Второго Пытается Убить Денди Остался Один Его уничтожили Лил Тоже Под фокусом Погибает Он 2 в 2 Пока Драка Ой Один С другим Просто Умирают Нави Сейчас Это будет Минус Таск Живых Остается Только Лайсилер Который Ушел Через ТП Вы помните Что нельзя Было Сделать Самого Самого Опасного Что делает Любая СНГ Команда Периодически Что получается У нее У них Делать Очень хорошо Ну Пойти И закинуть Ну вот Действительно А вот он Рошан Появился Ну Казалось бы Тайминг Дождитесь Еще одну Минуточку Две Ну Просто Подождите Того Рошана Поставьте Побольше Вижена Заберите Рошана Заберите Агейки Заберите Сыр В конце Концов И потом Уже Видите В эту самую Драку Оно Вам Надо Было Оно Им Вообще Не Надо Было Ну И все А вот Теперь Проблема Опять Придется Гирокоптеру Байбекаться Что ли Нюби Сейчас Зайдут Рошана И будут Его уничтожать Форму Дракона Это конечно Нет Но Я думаю Без этого Будут Сильные Нюби Еще Одно Волевое Решение Второе За Одну Карту Байбек И драться Да Нет Конечно У Бремастера Нет Ультимейта Еще Полный Нюби За это Время Как раз Гирокоптер Появится Есть Шива Куплен Убер Вот Сами Сами Нюби Сами Нави Отдают Своё Преимущество Сами Отдают Побед Но Практически Уже Все Игру Нужно Было Просто Комфортно Закончить Сейчас Но Возникают Какие-то Трудности Трудности Тем Что Нюби Забирают Рошана Аегис Для АС Кому Там Достается Сыр Ну Омника Сыр АС МКБ Конечно Же 2000 Преимущество Нави Осталось И что Теперь Как Теперь Выигрывать Игру Вот Минут Ладно Две минуты Назад Было Все Понятно Был Четкий План Как Эту Игру Можно Довести До Ума Как Можно Сравнивать Чет В Этой Серии Вот Теперь Вообще Не Ясно Теперь Чуть Не С самого Начала Придется Отыгрывать Команде Нави Снова Выигрывать Непонятные Драки Каким-то Образом Сейчас Нужно Дождаться Когда Пропадет Аегис УС Естественно Небе Пытаются Аегис Реализовать Естественно Они Рано Или Позда Нажимут Смог И будут Искать Нави Окей Сыр Передали Рейзеру Рефрешер Дальше Дальше Будет У Моги Да Ну Хорошо Конечно Драки Пару Айз За Штором Два Раза Блокинг Бар Прожать Тоже Конечно Милое Дело Тем более Что Блокинг Бар Практически Пятисекундный Шестисекундный До Момент У Моги Рефрешер Это Качественное Приобретение Конечно Драгонайт Приобретает Себе Кристалис Дальше Будет Сделал Дейдлс Еще Больше Урона Пристал Айз Так На Тир-3 Набросился Глиф Тут же ТПшки Пошли Надо Отойти Сейчас Конечно Поиграем Кошки-мышки То есть Побегаем Посплит Пушим Мы постараемся Эти 5 минут Переждать Просто Переждать Не ввязываться С другой стороны Конечно Надо понимать Что Драгонайт С Аегисом Это Но все же Не Рейзер С Аегисом Есть большая разница Драгонайт Погибший Первый раз Он Во вторую Свою жизнь Будет не настолько Опасным Просто потому Что у него Уже не будет Формы И он ее Не прожмет Это очень важная Особенность Аегиса На Драгонайте Поэтому в целом Если уж Сели Нави Захотят Они могут Подраться Но все еще Сыр Например У Рейзера Есть А вот Против этого Уже драться Не хочется Ну плюс к всему Нага Себе приобретает Уже Аганим Есть Гем Ну что Ньюби Вот он Тот самый Смог Давайте Посмотрим Ультимативные Способности Все еще Доступны Для использования Есть Гардиан Анджел Есть Слип От Наги Форма ДК Конечно же Первый Дет Кристаллайз Так Пара подач Спину Статик Шторм Внезапно Отлила Накрывают СС Опять же Его не страшно Потерять У него есть Аегис Это ПК С Нави Понимают И поэтому Тоже На него Не набрасываются Это Не Блэкхол Энигмы Когда еще Статик Шторм Можно будет Дождаться Все еще Хочется Просто Подождать Может быть Даже Стоит Пожертвовать Своей Тердовышкой Так и Поступают Ждем Окончание Аегис Так Вот Здесь Осторожно Нужно Играть Генералу Пушил Верхнюю Линию Сразу Прожимает ТП Очень напряженная Карта Получается 31-15 Опять же По счету Двукратное Превосходство Нави По экономике Превосходства Уже Нет Было Там Порядка Пяти тысяч Монет Плюс Сейчас баланс Смог Прожимается Примерный Тайминг Окончания Аегиса Конечно Пока Примерный Лил Идет Вперед Татик Шторм У него Откатился Так Иллюзия На разведку Инфы По героям Конкретно Нави Пока нет Смог Прожали Вы видели Это Лил Реагировать Тут же Таск Выходит Первый удар Репл Есть Присылай С брюмастером Залетели Слишком далеко Отрезаны Сейчас Остальная часть Команды От своих Тиммейтов Какая Использует Ультимейт Свой И регенится Начинает Регенится Очень быстро Уже с полным Запасом Здоровья Но брюмастера Погибают Бандорены Рефрешер От Муги БКБ Очередной Айзо Шторм Брюмастер Погибает И теперь Нави Нужно Отойти Прошу Обратить Ваше Внимание Что Все это Время О СС Был Агентис Возможно Лил тоже Не уйдет Глиммер ТП Есть Гем Лизераптор Он ушел Сложно Мне конечно Судить Но мне кажется Вот эти Драки Абсолютно Ненужные Вот драка Одна здесь Которая В общем-то И позволила Ньюби Перевернуть игру Абсолютно Ненужная драка Для Нави Драка Вот здесь Сейчас Тоже Ну хорошо На что развели Они команду Ньюби Давайте посчитаем То есть Сыр не был Использован Был использован Тортери Рефрешер Орб Эгис Не был использован Он не был выбит Он просто Закончился Так Фейт Возможно Здесь загулял Кейпи постарается Лип помочь Будет репел Отлично Против Глимса Работает исправно Драконайт Тут же С формы Конечно же С дабл дэмэджем Знают об этом Нави Сейчас нужно отойти Ну вот сейчас Подраться уже Будет чуть попроще Дождаться Ультимейта Брюмастер Там буквально 8 секунд Ну уже хотя бы Знаю что Например Не будет Второго Блэкинбара Трейзера Ближайшие 2 минуты Да Знаю что Драконайт Не сможет Переродиться Вот имея Эту информацию Наверное Драться будет Чуть попроще Для нами Нулифайр Приобретает Кристаллайз Прыгает Фестом Конечно В генерала Так Прожимается Смук И искать 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 Опять же Обзора Никакого Абсолютно Нет Есть только Вард В своем лесу В чужом Варда Нет Вижена Маловато Будет Лил снова Идет Вперед Ну вот Видели мы Эту драку На этом участке Давайте посмотрим Дубль 2 Ньюбер Читают Читают Конечно Такие расклады Неужели Прям так Вард Поставили И набрасываться На чужом Хайграунде До противников Рейзера Статик Шторм Поставили Репел Форст Нет Ой Еще и Слип От Наги В линеечке Посмотрите Фейн Айспас Потрясающе Просто Ньюбер Комбинирует Сейчас свои способности И большие проблемы У Нави погибает Тас погибает Дизраптор И как же больно Но тут правда Кристаллайз В ответ Неплохой демэдж Но вместе с гирокоптером Смогут хоть кого-то забрать Отбегает Ньюбер И пока тоже спасается Отличная работа с форстафами От китайского коллектива И Нави вынужден уходить Практически ни с чем Ох Боже мой Я говорил вам Друзья На старте этой карты То что Кака ближе к лейту Слово скажет И сейчас Вот этот вот Дабл пик Нага Плюс Джакиру Первый второй пик Для команды Ньюби Очень сильно зарешали Но лучше Просто не придумаешь В линейку Противник встал Джакиру Просто долетел До нужной позиции Дал Айспас по четверым Круто Очень круто Ну и отметим Конечно Очередную попытку Поймать Ньюби На неожиданности Наверное Да Так это можно назвать Хотели Чтобы Заставить противника Врасплох Кругому и не назовешь На чужом Хайграунде Вот так дерзко Налететь и напасть Отдадим должное Нави Интересно играют Творчески Подходит К процессу Ганга Но пока Этого не удается Это не позволяет В общем Нави перевернуть Игрок Пока Ну а что Они уже начинают Проигрывать 4 тысячи За Команды Ньюби Сильный Нага Конечно Портит Жизнь Очень сильно Своим Ультимейтом Дивардинг От Ньюби Да Какой же план В итоге На драку Должен быть То есть Мы видим Что статик шторм Пока не особо Хорошо работает Его бы Наверное Не в первую очередь Использовать Потому что Там моментальная Реакция от Ньюби Они используют Форстафы И статик шторм Никто не подставляется А форстафов Там много В кинате Сразу тоже Не зажмешь Он не моментально Начинает действовать Хочется выключить Нагу Очень быстро На нее напасть Но там опять же 23 единицы армора И 2000 здоровья Попробуй убей А надо Не убив Нагу Драку не выиграть Скорее всего Следующий Следующий Рошан Много раз ставит На свои места Там будет уже Рефеш и шард Есть персонажи К которым Этот шард Будет хорошо смотреться Ну Про Ньюби понятно Там и Нага И Омни Найт И Драконайт Они все могут шард взять Даже Рейзер Может взять шард Ему тоже будет полезен У Нави тоже Таких героев есть Они их попозже Налетают на Лилу Лилу убивают Лилу без байбека Тут же Омни Найт На Форстафу В погоне Вильхер перекрывает Себя шардами Пытается улизнуть Но нет Скорее Никуда не уйти Снофол Выиграть время Валрос панч Станчик залетает И два минуса На небе Оба суппорта Без байбека Ну Рошан появится Только через 46 секунд Поэтому Суппорт Нави успеет Зародиться И успеет Подраться на Рошане Случа Дензи хочет Купить себе Ликенциферу По-моему Игра уже Заходит в такое Русло Такую критическую Ситуацию При которой Без рапиры Не обойтись На герокоптере Мне кажется Просто купить Рапирос И стараться Выиграть эту игру Через флэг Они обе решили Сделать покруче Даже Они нападают На центр На тертрим Тут пока Глиф Я думаю Что должны Все-таки Распираться С лешкой Да Вроде бы Флэг работает Но так По ощущениям Не особо Чувствует Этого Дэмэджа Рейзер Что уж Говорить Про Драгонайт У которого Армора И того больше Ну Денди Решил Поиграть Через Ликенциферу Ну Такой Защитный Артефакт Все-таки Тоже Умирать Не хочется Конечно По замесам Хочется Просто Перемещаться Использовать Свои Нюки Присылась Напротив Больше в урон Хочет Пойти Дейтлс У него Пока Быстрым Закупом Ну Бремастер Давненько Ничего Нового Не появлялось Ну Чтобы У Бремастера Появлялись Какие-то Шмотки Нужно Драки Выигрывать Конечно А вот С этим У Нави Есть Проблема Ну Шил Все Конечно Неплохое Приобретение Вот Си Видит Клэп На БКБ Развели Что дальше Будет ли Глимс На нагу Через Татик Шторм Пытаться Убить Глиммер Тейпом Сейв Этот Рейзер Сноубол Оттаска На крипов И через Блинк Уходит Укольчик Небольшой От команды Нави Развели На БКБ Усик Уже Приятно Рошан Появился Есть Инфа Об этом Конечно Двух Команд Лил Невидимость Кстати Вот эта руна Может очень сильно Зарешать Там все еще Должен быть Гем Да В наге Все еще Имеется Гем Линии Отпушенные Даже Чуть Получше Для команды Ньюби Потому что Верхняя линия Поддавливается Большой пачка Крипов Снизу Там тоже Ньюби Полный Порядок В принципе Вот здесь На Рошпите Можно Постоять Рано или поздно Если крипов Вдруг дойдут И хайграунд На ней придется Отступить Ньюби Должны понимать Должны это понимать И Нави Крислась выходит Из Инфеста Инфеста у него Уже откатился Да Надо отпушить Верхнюю линию Благо она Конечно Недалеко От Рошпита Находится Но тем не менее Нужно это делать Очень быстро Линию отпушили Моментально Вернутся к Рошану На Рошане Будет ключевая драка Решающая Давайте включим Табличку Байбеков Посмотрим Байбеки Есть полностью Команды Ньюби У всего состава У Суппортов Команды Нави Байбеков нет У Коргероев есть Сентри Сентри Вот сейчас Главное не подставить Уже два Суппорта Слишком далеко От команды От Коргероев Самое главное Генерал заходит За спину Как-то Интересная позиция Конечно Тут немножко Рассредоточили Свои силы Ньюби Нагу глимсует Кстати говоря Валарас Панч Как-то не поверили Что ли Кстати Что он не был использован Тут же Бримайс Рвается на Джокера В спину Может двух Героев быстро уничтожит Но и Слип от Наги Опять Слип от Наги И выхиливается Фейт на полный столбик Потягиваются Уже Коргерои Кристалл Айз По Драгон Найта Не хочется вставать Кулдаун залетает Тут же рефрешер От Муги Идет просто вперед Как же больно Как же неприятно Против этого всего драться Астатик Шторм Поставили прямо сейчас Валарас Панч На Драгон Найта Но он конечно переживет Фокус пошел Теперь по Муги Муги один без своей команды Тут же Форстаф И неплохо работает Дэнди Получает криты в спину Так же больно Драгон Найта За ним до конца прыгает Дэнди погибает А Рейзер Рейзер все еще не погиб Рейзер просто не удалось убить Инфест Ристалл Айз Выходит и снова его убивают Но нет Не хватает просто дэмэджа Убили лишь только одного Джакира Нави Потеряли при этом четверых Муги оказался для них Неподъемным персонажем Просто неподъемным Столько урона было влито В этого персонажа Но нет 16 тысяч дэмэджа Чтобы убить одного Джакира При этом 15 тысяч От команды Ньюби Хватает чтобы убить четверых Два Байбэка от Нави тут же Гирокоптер от Лайфстиллера У Брюмастера Байбэк тоже имеется У суппорта Байбэка не было Мы помним Ну и Конечно Настя Там просто лютый какой-то урон У него Муншард У него Дэдлс Там эти криты в спину Гирокоптера залетали Будь здоров Ну и его Дэнди Бегает с Персференсом Да Даже не Линкенцфера И урона не хватает И тяжело этому Гирокоптеру Себя раскрыть Маловато урона Маловато дэмэджа Ну и 17 тысяч внезапно за Ньюби Просто 17 тысяч Рошан конечно все еще не убит И Нави постарается на нем еще раз подраться Что остается там из запасов у Ньюби Будет одно БКБ 1А за штором у Муги Драгонайт форма через 17 секунд Ну кстати вот пользуется этим временем сейчас Нави Надо забирать конечно Вот какую-то компенсацию за байбеки получить Позволит ли Ньюби Микенцфера все-таки приобретает Дэнди Ну вот теперь наверное Рапиру Следующим артефакт Ну как без Рапира то Рейзер Плазма филд Его глимсует Уходи Какас ультимейт Нага все испортит опять Нага может абсолютно все испортить Муги под репелом Какас лип И Рошан не добит Драгонайт прыгает под формой Надо сперва добить Рошана Думаю забрать Эггис Дэнди постарается мешать Дэнди своровать что-нибудь Дэнди что-нибудь своровать Кристалайз Кварадет Аегис Неплохо сыгран Статик Шторм По двоим По Муги ИСС ИСС На развороте Драться пытается Смело таска Есть праймал сплит Кристалайз Дерется до последних Кристалайз По ИСС Работает Очень хорошо Но кончается ХП все-таки Кристалайз Погибает Будет перерождаться Дезераптор тоже погиб Ну а ИСС Уже с полным запасом здоровья Да и Муги Тоже здесь Они катят Просто лайстилер Он без майбека Погибает так же Ну и Наверное стоит согласиться С поражением В этой карте Потому что Сейчас Небе будут идти В победный бой Куда-то по центру И забирает Наверное трон Две минуты Без лайстилера Я даже не знаю Как это терпеть Да и в целом Даже окей Даже если был бы лайстилер У них просто не хватает Урона пробить Ни Драгонайт Ни Рейзер Ловит Брю Брю без ультимейта Кулдаун Муги Погибает на ровном месте Майдака так же нет Да По миду и трон Надо конечно Вот притучий замес Разбирать Прям вот Под слоу Да Под замедлением Чтобы понять Кто чего там Недонажал Недокликал Вроде бы все Было использовано грамотно Но почему-то урона Просто не хватает Ну жирные герои Драгонайт Рейзер Прям очень тяжело Их пробивать Хотелось просто Больше дэмэджа От кор героев иметь Вот мне так По ощущениям Этого не хватило Опять эти Ай Спасы по трои После слипа Ну как же Комбинирует Ньюби Очень круто играет Good game well played 2-0 Ньюби Выигрывают Эту встречу Вот посмотрим Меня сейчас Очень интересует Именно табличка С Количеством Нанесенного урона Кор героями Команды Na'Vi Мне кажется Там скрыта Проблема Этой карты Опять же Проблема Другая Закинули В один момент Все было хорошо На Тус Винсера Вели они Захватили контроль Над картой И вот немного Поспешили Кто-то Одал решение Одал Такой вот Инициативу Проявил Да Мол Ребят Давайте подеремся Когда оставалось Там буквально Минута до спауна Рошана Это вот я говорю Про драку На верхней линии Где они Зашли на пригоры К противнику Терпели крах Сделали байбэк на герогоптер После этого Все пошло не так Ладно Давайте посмотрим По урону Ну вот Это у меня Предыдущая карта Куда-то лагает К сожалению Я хочу табличку Карты под номером 2 Очень хочу Но кажется Не получу Да Это не та табличка Это табличка С карты под номером 1 С карты под номером 2 Наверное Таблица не будет Ну как-то так Друзья Опять же Не могу сказать Что Na'Vi играли плохо Нет Na'Vi играли хорошо У них реально Прослеживались Очень хорошие командные Взаимодействия Был план на игру И в первой Второй карте Просто Много Грамотных решений Не хватило Этой команде То есть Можно было с ним Без сражаться на рано Можно было выигрывать И серию Череда буквально Двух-трех ошибок Которые В общем-то Позволило Более опытной команде Как таковой Этому составу Все-таки Он С таким Набором игроков Играет уже довольно давно Позволило Преодолеть И в общем-то Ловить противника На ошибках И в общем Перевернуть карту Под номером 2 И в целом Выиграть серию Поэтому да Тут наверное Закономерная победа Для Nubi Но у Na'Vi Все еще друзья впереди И мы конечно Na'Vi Не отпустим Вы там уже Их отпустили Домой И так далее В чатике Но мы-то Na'Vi Не отпустим Друзья Мы Na'Vi будем ждать дальше Конечно же Будем продолжать Исследовать этот коллектив Уже В следующем матче После небольшой паузы И Встретиться Вот с кем Na'Vi Пока я не могу сказать Там большой вопрос Друзья На параллельной встрече В этой группе Играют Liquid И Spirit Напомню Что первую карту Spirit и выиграли Вторую Все-таки Выиграли Liquid Поэтому там 1-1 И там третья Решающая карта Поэтому я вас призываю Просто перемещаться На эту трансляцию Находится она По адресу Twitch.tv Slash PGL Нижнее подчеркивание Dota2.ru3 Комментирует Mortalis Третий канал PGL В итоге получается И Проигравшие Той встрече Либо Spirit Либо Liquid Как раз таки Упадут на Na'Vi И будут играть дальше Если я ничего не путаю Потому что тут непонятно Изначально вроде бы И должны были играть Лузерс матч Может быть будут играть Винерс матч Скорее всего Должны играть Команды Которые проиграли Сейчас друг с другом Вроде как Это логично Поэтому должны Na'Vi играть С проигравшим Парой Liquid Spirit Друзья Мы с вами будем Уходить на паузу Субтитры создавал DimaTorzok